Спасибо огромное за возможность выступить и спасибо всех участников, которые смогли принять участие в этой секции. И моя задача не была задача за и против осуществить лекарственную терапию или хирургический метод лечения, а постараться осветить основные моменты инновации в лекарственном лечении рецидивного рака яичника. Я не химиотерапевт, я онкогинеколог, но считаю, что мы должны быть в курсе и знать все последние тенденции и инновации в этой области. И в этой связи не могу не коснуться вот этого вот события 2020 года. В мае было представлено наконец-то результаты вот этого исследования, которое уже упоминал профессор Зихуль. А годы СКТОП-3 с нетерпением ждали результаты общей выживаемости по хирургическому лечению рака яичника. И на этом же АСКО-2020 было представлено и интересное китайское исследование тоже с акцентом на хирургическом моменте. Мы помним 213 исследование, это американское, которое Коулман докладывал еще с позапрошлого года, где, однако, первичная точка была не хирургический метод в лечении рецидивного рака яичника, а дополнительные возможности лекарственного лечения, то есть антиангиогенной терапии в лечении рецидивного рака яичника. И вы видите, не в ногу шагает только 213 исследование, которое показывало, наоборот, худшие результаты по беспрогрессивной выживаемости, там, где была использована хирургия, а по общей выживаемости там достоверности не было. И вы видите сейчас опубликованные результаты общей выживаемости большого европейского исследования, где принимали и профессор Зихуль, который участвует, и мы рады, что он участвует в нашей секции сегодня, и с первых уст услышали результаты этого исследования, и вот действительно продемонстрировавшего достоверный выигрыш в общей выживаемости, 53 против 46 при хирургическом лечении рецидивного платиночувствительного рецидивного рака яичника. Конечно, там есть нюансы, нет возможности за этот короткий промежуток времени все это осветить. Мы надеемся уже, когда профессор Зихуль визуально, физически к нам сможет приехать, и мы более длительно остановимся на результатах этих исследований. Да, действительно есть нюансы и методы отбора пациенток на хирургическое лечение, комплоентность пациенток по включению в исследование, по уровню оптимальных циторедукций, в общем-то, самые лучшие результаты в хирургически заявленных протоколах, 74 и 76 процентов оптимальных циторедукций, в Гоговском исследовании это 84 процента, но 67 процентов, прошу прощения, и есть нюансы в лекарственной терапии, как раз-таки лечении рецидивного рака яичника, в частности, в поддерживающей терапии. Вы видите, в американском исследовании было гораздо в 4 раза больше использования антиангиогенных препаратов, и, возможно, и использование парпингибиторов мы не можем судить, поскольку не было заявлено, но, в общем-то, поскольку они были уже зарегистрированы FDA, наверняка они использовались и могли тоже повлиять на результаты этого исследования. В отношении антиангиогенных препаратов было прекрасно продемонстрировано еще раньше, вы знаете эти исследования, и Оушенс и Аурелия, среди платиночувствительных, платинорезистентных рецидивов, выигрыш по беспрогрессивной выживаемости при дополнении к стандартному химиотерапевтическому лечению антиангиогенного препарата био-цизумаба, и уже в результатах ГОК-213, который был упомянут на предыдущем слайде, это было продемонстрировано в достоверном увеличении и общей выживаемости, если используется дополнительно платиновая химиотерапия антиангиогенный препарат. Другой вопрос возникает, поскольку в первичном лечении рака яичника нередко используется тоже био-цизумаб, можно ли повторно использовать этот препарат в лечении рецидивных пациенток? На это пыталось ответить исследование МИТО-16, которое было озвучено в 2018 году тоже на АСКО профессором Пигнатой, который его два рукава сравнил, где использовалось и не использовалось дополнительно био-цизумаб, когда ранее уже в первой линии химиотерапии использовался данный антиангиогенный препарат. И, в общем-то, по беспрогрессивной выживаемости выигрыш оказался там, где дополнительно опять назначали био-цизумаб, по беспрогрессивной, по общей выживаемости тенденция лучшая была в этой группе, но без статистических достоверностей. Поэтому резюме, что при рецидивах возврат к назначению био-цизумаба возможен. Это обеспечивает лучшую беспрогрессивную выживаемость с неплохим профилем токсичности. Вы видите, в таблице в основном только эта гипертензия, которая свойственна для антиангиогенных препаратов. Ну, хорошо, био-цизумаб хорошо работает в сопровождении лекарственной терапии рецидивного рака яичника. И возможно ли его добавлять еще и к другим препаратам? Может быть, это улучшит и эффективность других препаратов, в частности парпингибиторов. Как здесь в этом исследовании нейропорипс совместно с био-цизумабом оценивался в лечении рецидивного рака яичника. Ну, на чем основа заложена была использование парпингибиторов? Мы прекрасно знаем, что широко уже шагают и используются парпингибиторы. Вначале они доказали свою эффективность при рецидивах рака яичника. Это исследование 19. Это исследование NOVA с нейропорибом. Это исследование ARIEL рукопориб, где самый лучший эффект был среди БРК-позитивных пациенток. Но в нейропорибе и рукопорибе исследованиях и в группе не БРК-позитивных пациенток тоже преимущество выигрыша получили от парпингибиторов. И поэтому FDA в Соединенных Штатах, например, одобрила этот препарат и не обязательно для БРК-носительниц. И сейчас мы получили тоже свежие результаты по SOLO-2, результатам таблетированных форм парпингибиторов использования при рецидивах рака яичника. И получили примерно такие же результаты, как и по 19-му исследованию. Да, действительно эффективно работает препарат при рецидивах рака яичника после платно-содержащей химиотерапии. Ну и вот на этом основано то, что работает парпингибиторов при рецидивах рака яичника. Сейчас узнаем, и при первичном лечении рака яичников используется парпингибиторы. Ну, в общем-то, поскольку работает еще и попытка улучшить результаты лечения, добавить антиангиогенные препараты к парпингибиторам. Основано это вначале было на попытках, шаги к этому шли у вот этой европейской группы исследования квадро. Результаты второй фазы продемонстрировали, во-первых, эффективность нейропориба у пациенток с тяжело предлеченным ранее раком яичник, который уже невозможно было назначить, хотя это был платиночутительный рецидив, невозможно уже было назначить препараты платина, и уже вот от безысходности к этим тяжело предлеченным пациенткам назначался, как вариант нейропориб, и получили достаточно обнадеживающие результаты по безрецидивной выживаемости этих пациенток. Поэтому и вот инициировано, и проработано вот это исследование возможности комбинации нейропориба с биовоцезумабом при лечении без, видите, без химиотерапии, то есть самостоятельно парпингибитор с антиангиогенными препаратами в лечении платиночувствительного рецидива рака яичника. И получили, в общем-то, лучшие показатели, где была комбинированная схема нейропориб ингибиторы и биовоцезумаб по результатам беспрогрессивной выживаемости. По профилю токсичности, видите, в основном гипертензия – это то, что сопутствует антиангиогенным препаратам, по качеству жизни такие достаточно приемлемые результаты. И поэтому резюмировано, что это исследование первое рандомизированное, на ЭСМО-19 было доложено, что возможно нейропориб и биовоцезумаб использовать, и они одобрены при рецидивном раке яичника без использования традиционной химиотерапии, но у тяжело предлеченных ранее пациенток. И есть результаты хорошие по беспрогрессивной выживаемости. Презентация показывается, да, для слушателей? Но есть нюансы у этого исследования. Вы видите, это второй фазы исследования. Хотелось бы исследование третьей фазы, и оно запланировано. Аватар для сравнения этих режимов против стандартных режимов для оплатно-чувствительных рецидивов рака яичника. Таким образом, получается, антиангиогенные препараты можно комбинировать с режимом PARP-ингибиторов. Это улучшает результаты больных рецидивным раком яичников. В отношении попыток использования других так называемых антиангиогенных препаратов, ингибиторов тирозинкинас, тидирониба, которые обеспечивают селективно ингибиторов рецепторов первого, второго, третьего фактора роста сосудистого эндотелия. Здесь заложены предпосылки были на вторых фазах исследований, которые вроде бы показали эффективность по беспрогрессивной выживаемости этих пациенток. Но, к сожалению, фаза третья, которая была доложена в прошлом месяце на АСКО 2020, использование аллопариба, либо аллопариба-цидирониба в добавлении к стандартной химиотерапии. Вот три рукава, видите, здесь на слайде продемонстрировано, каким образом это дизайн исследования выглядел. Третьи фазы аллопариб, цидирониб, аллопариб и стандартная платин, содержащая химиотерапию, потому что это платинечувствительный рецидив. И, к сожалению, по результатам беспрогрессивной выживаемости не получили заявленного лучшего, большего эффекта от новой схемы комбинации. Вы видите, по медиане беспрогрессивной выживаемости выделено 10, 10 и 8 месяцев. И по результатам общей выживаемости тоже получили данные 31, 30 и 29 месяцев без тенденции выигрыша от новой схемы, поэтому стандартом остается стандартная лекарственная платин, содержащая химиотерапия. В отношении платинно-резистентного рака яичника все здесь тоже достаточно сложно. На ЭСМО-19 докладывались результаты негативных исследований лекарственной терапии при платинно-резистентном раке яичника. Это исследования Форвард, Барокко, где использовался Мервитоксимаб и цидирониб-аллопариб в комбинации, вы видите на слайдах представлено. Вот не получили результат, который хотели бы ожидать. Тоже достаточно сложно в отношении иммунотерапии при раке яичника. Анонсированы результаты исследований Киноут-100 с пембролизумабом, который хорошо себя проявил при раке шейки матки, при раке эндометрия. В дальнейшем, наверное, будет освещено в следующих секциях эти результаты по использованию пембролизумаба и иммунотерапии в онкогинекологии. Но вот в раке яичника здесь, к сожалению, пембролизумаб продемонстрировал умеренную противопухолеактивность. В течение 37 месяцев наблюдения общий ответ составил 8,5%. Длительность ответа составила 10 месяцев. Единственный момент, что здесь было достаточно много светлоклеточных опухолей. И вот среди них там как раз-таки общий ответ был достаточно высокий – 21%. Таким образом, резюмируя те моменты, которые постаралась только мазками пройтись, по каким-то инновациям в лекарственном лечении рецидивного рака яичника, стандартом лекарственной терапии остается системная химиотерапия, таргетные препараты эффективны в поддерживающем режиме, антиангиогенные препараты, парпингибиторы. Кроме того, таргетные препараты продолжают изучаться и в самостоятельном режиме. Иммунотерапия, мы надеемся на нее, но продолжает изучаться. Спасибо за внимание.